Здравствуйте, мои храбрые партняшки! У меня был мой любимый многослойный шарфик, который я, к сожалению, потеряла. И вот спустя год я сделала подобный и решила с вами поделиться, как я это делала. Если вам понравится, не забудьте поставить лайк. Приятного просмотра! Для этого мне понадобится кусок гипюра, очень тонкая шерстяная ткань, нитки для вязания крючком и крючок 8 мм. Для наглядности я сделала вот такой маленький образец. Мой платочек будет двухслойный. Сверху будет шерстяной слой, он будет с бахромой и с мережкой. Нижний слой будет из кружева. А край кружева я обвяжу крючком вот по этой схеме. Берем лист бумаги и представляем, что это наша ткань. Кромка сверху и кромка снизу. Складываем нашу ткань следующим образом. По сгибу от угла откладываем нужную нам высоту платка. И от этой точки проводим дугу к углу нашего будущего платка, соблюдая прямой угол ближе к сгибу ткани. Это наш нижний платок. Вырезаем его. Вырезаем аналогичным образом наш верхний платок. Но по боковым сторонам он на 3 см должен быть короче нижнего. Теперь я делаю бахрому. Для этого на расстоянии от края, равной длине бахромы, я аккуратно булавочкой выдергиваю 3-4 ниточки по всей длине. Получается вот такая полосочка с дырочками. Вдергиваем ниточки с одной и со второй стороны. Затем я беру ниточку с иголочкой, завязываю аккуратный узелок и начинаю делать нашу бахромушку следующим образом. Заводим нашу иглу за 5-6 ниточек. Второй раз заводим за эти же 5-6 ниточек, но иглу прокалываем на 2-3 плетения ниже края платка. Подтягиваем. Затем опять заводим иглу за 5-6 ниточек. И второй прокол будет идти от края платка на 2-3 плетения ниже. Повторяем от начала и до конца платка. С одной и с другой стороны. Для мережки выдергиваем полосочки по 5-7 мм с двух сторон на одинаковом расстоянии от края. Берем ниточку с иголочкой и делаем с одной стороны то же самое, что и в бахроме. Другую сторону мы делаем так же, но в шахматном порядке. То есть раскалывая наши пучки надвое. У нас получается вот такой узор зигзагом. Мы соединяем половину одного пучка и половину другого пучка вместе. После того, как мы сделали с вами мережку, сделали с вами край бахромы, нам нужно обтрепать эту самую бахрому. Обтрепываем аккуратно, вытаскивая по одной ниточке и не спешим. Вот такой край у нас получился. И в принципе наш верхний платок готов. Далее мы берем ниточки и крючок и обвязываем наш кружевной платок с двух сторон. Обвязываем аккуратно, не растягивая и не посаживая. Край платочка должен быть ровным и аккуратным. Вот мы обвязали с двух сторон весь наш платочек. Далее я вяжу по схеме. И начинаю каждый ряд схемы с одного и того же места. После того, как мы все обвязали крючком, нам нужно теперь распрямить наше получившееся кружево. Для этого мы закалываем аккуратно булавочками наше кружево и немножко подтягивая, проходимся утюгом с паром по нашему кружеву. Далее нам нужно соединить один платочек с другим. Для этого мы находим середину нашего кружевного платочка. Находим середину нашего шерстяного платочка. И укладываем один на другой, соединяя эти метки. Причем к изнанке кружевного платка мы кладем лицом вниз наш шерстяной платочек. И закалываем булавочками наши края. Причем таки на тонких тканях я прокалываю булавочку несколько раз. Так надежнее. Расстояние от края бахромы до края кружева должно быть 3 см. После того, как мы закололи, мы соединяем наши платки обычной прямой строчкой. Строчку прокладываем на расстоянии полсантиметра от края. После того, как мы прострочили, нам нужно разстрочить. Прострочить на 1 мм от края. Наш припуск смотрит на кружевной платок. И мы строчим по краю кружева на расстоянии 1 мм. Затем мы отогнем и поутюжим наш край утюгом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok